На сегодняшний день уровень населения, занимающегося различными видами спорта, возрос до 35%. Этому способствует и большая пропагандистская работа и создание необходимой спортивной инфраструктуры для удобства гаража. Вице-министр культуры и спорта Серег Жиразбаев побывал в области с рабочим визитом. Он ознакомился с развитием спортивных объектов региона, а также принял участие в совещании по развитию спорта. Кроме того, ответил на различные вопросы собравшихся. В прошлом году в области было проведено 2411 крупных и небольших спортивных мероприятий. Это на 875 больше, чем в 2020 году. И в последние годы стало традицией проводить различные спортивные соревнования в районных центрах. А спортивные кружки и секции постоянно пополняются новыми желающими из числа подростков и молодежи. Иси ранее чемпионаты областного масштаба проводились только в областном центре. Сейчас во всех районах есть большие спорткомплексы ФОКИ. И это позволяет нам проводить масштабные соревнования. За последние три года в области построено много объектов, что привлекает население регулярно заниматься спортом. Есть планы на строительство еще шести физкультурно-оздоровительных комплексов. Только за последние три года в области за счет средств местного бюджета введено в эксплуатацию 119 спортивных площадок. Кроме того, с 2020 по 2021 годы при поддержке индивидуальных предпринимателей построено 8 спортивных объектов. Физкультура и спорт доступны для населения. Оказывается, поддержка сотрудникам отрасли. Так постепенно повышается заработная плата тренерского состава. В 2023 году уже 100% будет повышение. Но с таким курсом доллара и той девальвации, это у нас больше догоняющие меры, чем опережающие. Поэтому вторым этапом мы тоже поднимаем в любом случае повышение заработной платы, дальше продолжение и тренерского преподавательского состава детских спортивных школ. И туда уже будем дальше привлекать. Вот сейчас формируется, в мае будет защита бюджета 23-25, да? Это наш бюджетный подсказанный, трехгодовой бюджет 23-24-25. И у нас есть уже поручение для того, чтобы мы начали собирать заявки по повышению заработной платы всех оставшихся людей. В Западно-Казахстанской области было воспитано 14 чемпионов мира по разным видам спорта. Это весомый вклад в развитие спорта страны в целом. В Казахстане именно Уральск считают родиной шорт-трека. Именно здесь подготовили лучших спортсменов в этом виде спорта. Обзал, Ажгалии, все они выходят отсюда. Я думаю, что эту тенденцию стоит продолжать и дальше развивать. Другое дело, что в Уральске на сегодняшний день отсутствует одна единая большая арена. На сегодняшний день уже практически во всех регионах имеется. Они, как я сказал, в городе Семея оба арены построены. Талды Кургане, Тараза, Тараза арена построены и так далее. Я думаю, что сегодня назрела необходимость и в Уральске такой объект построен. Со своей стороны мы, Министерство культуры и спорта, окажем всю необходимую поддержку и будем в этом направлении двигаться. 8 апреля в Караганде состоится выездное совещание с участием всех регионов, на котором будет презентована программа развития спорта в дальнейшем.